приветствую коллеги ассалам алейкум мир дому вашему мы начинаем сегодняшний мастер-класс который посвящен тому как посмотреть файлы конфигурации в линукс без комментариев для тех кто меня не знает давайте знакомиться меня зовут константин герасименко я сертифицирован инструктор академии циска и linux profession института кандидат технических наук по специальности информационной технологии ну а здесь я представляю университет садиком где мы помогаем студентам начать айти карьеру айти специалистам повысить свою квалификацию повысить свою экспертность и зарабатывать больше а компаниям найти высоко квалифицированные кадры ну и вот как раз сегодня мы повышаем вашу квалификацию мастер-класс это новый формат обучения основанный на принципе learning by doing обучение на практике ну или практическое обучение соответственно я делаю вам все показываю объясняю ну а ваша задача взять и за мной повторить таким образом если вы будете просто хотя бы банально брать и повторять то и у вас появятся вот те самые навыки те самые знания и квалификация которые в конечном этапе можно продать работодателю как результат увеличить свою заработную плату ну и вообще жизнь изменить к лучшему поэтому коллеги если вы готовы то давайте начинать поехали дальше следующий важный момент все что я буду сегодня делать ну или показывать я буду все это делать по статье с блога да то есть я соответственно подготовил статью в нашем блоге где есть все команды на видео не очень удобно смотреть команды до иногда проще скопировать поэтому вам будет дана ссылочка под этим видео в чате где вы сможете взять и почитать эту статью и собственно все это дело повторить и как раз потренироваться и так в чем собственно проблема почему важно важно уметь посмотреть файлы конфигурации без комментариев дело в том что в линуксе в чем как бы большое преимущество линукса в том что очень много комментариев да то есть файлы конфигурации в основном наполнены детальными объяснениями тех или иных параметров с одной стороны если вы начинающий линуксует то это вам очень здорово это очень вам как бы поможет но иногда необходимо файл конфигурации посмотреть без этих всех комментариев ну или например во что-то не получается вы хотите выложить это на форуме или там в комментарии в нашем блоге файл конфигурации до выложить но если там 2000 строки больше половина из них это комментарий конечно это всех будет раздражать плюс ко всему в этом файле найти вообще ничего невозможно потому что ну 2000 строк представьте да то есть это листать крутить туда-сюда дико неудобно поэтому возникает вопрос как избавиться от этих самых комментариев ну и сегодня я вам собственно все это дело покажу и продемонстрирую если у вас что-то будет не получаться то пишите в чат ну или в комментарии я с удовольствием вам в этом помогу и так что мне необходимо первое что мне необходимо это мне необходим линукс вот собственно у меня уже линукс есть на самом деле не важно какой линукс то что мы будем с вами делать это все работает в любом линуксе и так я буду тренироваться показывать вам на файле конфигурации печки и не и второй файл конфигурации это будет файл конфигурации mail transfer агента постфикса до мэнси и так давайте посмотрим значит смотрим less минус n я сделаю нумерацию строк для того чтобы было очевидно то что мы делаем и она полезно да что было понятно значит смотрим файл php 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 и нет соответственно что интересно вот так он выглядит да здесь есть комментарии что важно то что комментарии начинаются с точки запятой ну так собственно принято в печки в этом файле да и как бы тут посмотрите сколько тут конфигурации да то есть есть объяснение output buffering из мэшнис for controlling how much output data то да 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 это полезно классно смотреть все эти комментарии но если они вам нафиг не нужны то зачем это дело все да плюс не всегда понятно какие комментарии у вас участвуют в конфигурация какие не участвуют а поэтому иногда лучше избавиться от этих самых комментариев итак смотрим сколько здесь у меня строк у меня сейчас на данный момент в этом файле 1946 строк представляете да то есть куда то если у вас что-то не получается скопировать выложить на какой-то форум то вас просто-напросто пристрелят там на этом форуме за вот эти 1946 строк поэтому давайте фильтровать и так от чего нам нужно избавиться нам нужно избавиться от точки запятой да то есть еще раз у нас есть комментарии это . запятой поэтому все строки которые с точкой запятой их необходимо просто-напросто выкинуть итак поехали значит что мы будем использовать коллеги мы будем использовать такую утилиту которая называется грэп это утилита для фильтрации потоков фильтрации потоков данных соответственно вы можете какие-то данные оттуда высечь или достать какие-то наоборот вот проигнорировать да и вот соответственно наша задача как раз сейчас и воспользоваться этой утилиты итак поехали значит пишем грэп давайте для начала попробуем грэпом найти точку запятой да то есть если мы ее найдем то потом мы сможем от нее и избавиться значит что важно . то что . запятой это специальный символ поэтому мы будем использовать экранирование это обратный слэш дальше пишем нашу точку запятой и поле поехали етк значит php так силой печки и не ну и я буду перенаправлять это дело все в лес для того чтобы можно было реально сразу смотреть сколько там строк у нас осталось или сколько наоборот их не осталось и так опа значит вот мы отфильтровали все стройки которые обратите внимание с точкой запятой да то есть вот такая вот картина мы получили все абсолютно стройки с точкой запятой возникает вопрос сколько таких строк 1480 да то есть было у нас 1900 сколько там не помню уже 50 до осталось 1480 то есть 500 строк нам нужно а вот эти 1480 получается не нужно вы скажете да вот так вот много можно избавиться нужно от этого избавиться и так поехали дальше следующий вопрос возникает как нам избавиться от точки запятой для этого мы будем использовать квадратные скобки квадратные скобки и соответственно вот давайте поехали значит греб значит используем квадратные скобки и для того чтобы не выводить какой-то символ мы будем использовать вот вот такую вот штучку которая называется каретка или математики это символ циркумфлекса как он кстати правильно называется я до сих пор не знаю поэтому если вы знаете то напишите в комментарии под этим видео и так мы по сути еще раз берем и избавляемся от всех от всех точек запятых от всех точек запятых которые есть у нас в этом в этом фуале значит и так значит опять-таки перенаправляю в лес с минус n для то чтобы видеть сколько у нас всего этого дела осталось и так нажали опа опа значит что мы видим то что не везде мы избавились от точки с запятой да то есть вот смотрите здесь у меня пичпи вот он до остался а потом пошли вот пошли 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 не везде мне везде но вот так вот так так смотрим смотрим да где-то избавились где-то нет почему мы не избавились возникает вопрос а потому что эта точка запятой она находится где-то в середине текста да значит смотрим смотрим и осталось 1566 то есть меньше меньше но тем не менее значит получается нам нужно избавляться от точки запятой в начале строки в начале строки да поэтому давайте это дело мы подправим начало строки в грэпе вот объявляется вот таким вот символом каретки да то есть вот так вот мы это дело делаем и соответственно фильтруем опа и вот пожалуйста остались только наши собственно директивы которые к пичпи имеют отношения до который реально применяется или используются в этом самом печке и так сколько здесь строк мы получили как результат 135 строк вот такая вот картина а вы скажете а там же было 500 но то были пустые строки просто в которых никаких символов нету да то есть мы от этого всего избавились и получили 135 и так еще раз 1940 или сколько там было 1950 строк осталось у нас полезных 135 вот такая вот картина маслом вот так вот мы от этого избавились давайте еще потренируемся тренируемся да вы тоже тренируйтесь и так следующий файл конфигурации значит лс минус n большое это файл конфигурации сервера постфикс мт и до mail transfer агента пост 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 фикс значит main main сев и так что мы здесь имеем вот такой вот файл конфигурации да то есть у нас здесь есть вот комментарии да они начинаются уже символа и решетки решетки да причем где-то тут вот так вот где-то вот так вот какие-то параметры законфигурированные ну и всего-навсего что важно то что здесь 49 49 они очень много да не очень много 49 строчек но давайте я хочу избавиться опять таки от комментариев от комментариев как будем избавляться ну точно такой же принцип вначале нам необходимо найти символ решетки вообще в этом файле как ищем ну как обычно греб дальше ставим символ решетки и пишем где мы его ищем так постфикс значит main сев и так так еще раз греб так 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 ага значит это вот так вот сделает там четвотом значит как результат и экранируем символ да вот мы нашли те строки которые как раз нужно будет нам отфильтровать давайте мы их перенаправим в лес минус н минус н значит и мы это дело все увидим и так что мы видим мы видим то что по сути нам нужно избавиться от одиннадцати строк которые как раз вот с этими вот символами комментарии да с решеткой значит как избавляться но для этого нам необходимо будет использовать квадратные скобки да значит делаем греб значит ставим квадратные скобки и для того чтобы квадратные скобки это собственно регулярное выражение или да то есть или один символ или другой или третий но его удобно используя для исключения поэтому ставим вот таким вот образом это дело все вот закрываем закрываем и собственно postfix main точка си и все так опа и в что мы видим вот то что мы нашли все те значит строки где у нас по сути нету символа решетки до символа решетки но коллеги что важно то что символа решетки может быть где-то в середине к чему это приведет к тому что мы потеряем целую строку мы ведь можем закомментировать после какого-то параметра да то есть мы можем например указать main box size limit 0 пробел а потом здесь написать какой-то комментарий и мы потеряем эту строку таким образом нам нужно точно указать что это дело все у нас будет значит еще раз давайте вот так вот посмотрим вот значит нам нужно указать что это должен быть начала строки да то есть давайте отфильтруем именно решетку не посредине а где-то в начале строки итак как мы это будем делать спереди ставим символ каретки и как результат мое регулярное выражение будет реагировать только на символ решетки в начале строки вот так вот красиво мы отфильтровали пожалуйста 25 строк файл конфигурации mt постфикс и собственно вы можете его выложить куда-то там на форум что-то там спросить в комментариях где-то еще где-то да то есть удобно удобно не надо пири как говорится вот перегружать мозг всем остальным поехали дальше следующий вариант который я вам хотел показать это с помощью расширенного греба да то есть есть обычный греб а есть расширенный рэп который хавает более сложные регулярные выражения и можно подставлять туда всякие дополнительные символы например там пробелы да вот давайте сделаем такой сложный вариант то что у нас например решетка может встречаться не в начале строки а где-то после какого-то пробела до после пробел а потом решетка да и мы хотим это отфильтровать то есть вот такие вот моменты давайте тоже это дело все по фильтруем ну и начнем наверно или вот пустые строки давайте тоже отфильтруем да то есть давайте такие какие-то сложные варианты по тренируемся и так поехали значит опять-таки начну с с печь пи и не да вот все это дело тренироваться и так и греб дальше давайте поищем поищем кого значит пустые строки да вот нам нужно избавиться от пустых строк соответственно пустая строка это строка которая вот 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 сразу вот так вот да и начинается и заканчивается вот таким вот образом да то есть символ каретки это начало строки доллар конец строки давайте поищем какие сколько тут таких строк есть у нас значит пич пи значит 74 так силой печь пи и не но я буду перенаправлять это дело все в лес с минус n до минус n соответственно сейчас мы должны отфильтровать вывести пустые строки ну просто абзацы до абзацы и так опам в этом файле где 1900 там строк 331 пустая строка вот такая вот картина поэтому нам надо же от этого избавиться да надо вот вот пожалуйста да будем от этого тоже избавляется дальше теперь давайте поищем более сложные варианты это пробелы вот то есть перед точкой запятой может быть пробел может такое бы да то есть начало строки пробел а потом . запятой вот я хочу такие строки отфильтровать значит но для начала для начала давайте попробуем вот такие вот варианты значит и греб дальше дальше фильтруем начало строки до начала строки не не начало строки фильтруем фильтруем пробелы да значит пробелы пишутся вот в таком примере спейс значит да вот вот так вот указывается что это пробел дальше пробел может быть а может не быть и вот здесь у нас появляется символ звездочки значит звездочка означает zero more да то есть ноль или больше то есть пробел может быть может не быть да то есть это repetition повторение ну а дальше ставим символ точка запятой которую нам по сути нужно найти да найти но и дальше файл наш файл значит и т.к. печь пи так 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 все лай печь пикини ну я традиционно перенаправлю в лес для того чтобы это дело все было видно и так опа и мы нашли получается все строки где у нас есть значит пробел может есть а может не до . запятой и того таких строчек у нас тысячу четыреста восемьдесят прям очень много да очень много значит усложняем задачу вот нам нужно получается отфильтровать только найти только те строки где у нас начало строки да то есть давайте мы это дело отфильтруем начало строки указывается символом каретки вот таким вот образом нажимаем и и здесь у нас уже строк должно быть поменьше по мне столько же дам но видать . запятую встречается только в начале строки но тем не менее еще раз условие очень важно что это начало строки ну и делаем еще более сложный вариант объединяем это дело все с с чем с пустыми строками 331 штукой да значит пустые строки мы помните искали в самом начале и это был у нас что это был у нас символ вот так вот и доллар до доллар но и здесь ставим условия или да или вот таким вот образом мы это дело все находим нажимаем enter ну и вот пожалуйста значит таких строк у нас уже нашлось видите появились пустые строки вот они до 7 1 строка 20 то есть это все пустые строки и того у нас здесь уже 1811 строк ну а теперь значит пользуемся функции игре по инвертировать поиск да то сделаем минус в минус в и и таким образом мы найдем именно те строки которые относятся к параметрам печки и так нажимаем и пожалуйста вот красивый вывод именно тех строк где есть только параметры печки и того 135 строк пожалуйста сошлось тем что у нас было перед этим да таким образом зачем нам тысячу девятьсот пятьдесят строк вот с этими комментариями мы вот таким вот образом красиво это делать все отфильтровали поехали дальше следующий вариант который хотел показать да это с этим как его с постфиксом да значит давайте еще раз потренируемся значит коллеги понятно да то есть вы когда создаете какие-то регулярные выражения какие-то фильтры то начинайте с простого то то есть найти что-то одно другое потом или добавить а потом это инвертировать да то есть вот такой принцип этого дела и так в постфиксе у нас используется символ комментария кто это решетка да поэтому будем фильтровать решетку еще раз решетка нам необходимо додавать по очереди вначале нам нужно отфильтровать пустые строки до пустые строки помните это строки которые начинались или вот так или вот так да то есть которые вот 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 все наши пустые строки необходимо найти и так и т.к.пос фикс значит мэнси и так раз вот они нашлись сколько их ну давайте перенаправим в лес собственно минус н и мы увидим значит и того у нас сейчас 13 пустых строк то есть вот их тоже нужно будет фильтровать дальше давайте по фильтруем понаходим собственно решетку до решетку но еще раз решетка может быть в начале строки а может быть пробел в начале а потом быть символ решетки комментарии и так ищем значит что мы ищем для того чтобы указать пробел то мы делаем такую вот space space вот такую вот конструкцию да вот кстати это может быть не только пробел а какой-то длинный пробел неразрывный пробел там до таких пробелов на самом деле их там много вот это все относится к непечатаемым символ поэтому если вы пишете вот такую вот конструкцию space то туда вот эти все хитрые пробелы они туда попадают и так дальше ставим repetition повторение да значит это звездочка zero of all more да то есть пробел может быть может и не быть вот ну а дальше ставим в собственно нашу решетку нашу решетку вот такая вот интересная получилась конструкция и так етк fix main.cf так минус мин так этот перенаправим в less less минус n большое ну и вот пожалуйста я нашел 11 строк которые в начале могут быть с пробелом без пробелом да и вот вот такая вот интересная конструкция значит да еще раз не начало мы еще не сделали значит пробел решетка пробел решетка но что важно то что в комментарии может быть где-то посредине да и мы тогда случайно отфильтруем поэтому усложняем конструкцию и ставим символ вот так чтобы это было именно в начале строки до символ каретки который укажет нам начало строки так нажимаем enter ну у нас совпало в нашем примере ну давай давайте я отфильт чтобы не совпало давайте я наверно отредактирую этот файл да вот чтобы чтобы постфикс чтобы все было очевидно что такое вот может быть может быть да то есть вот например значит компати был level 2 давайте вот здесь мы напишем значит пробел решетка и здесь вот напишем какой-то комментарий да значит какой у нас будет комментарий тро-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло вот такой вот комментарий да давайте сохраним ну и теперь посмотрим значит что вы понимали разницу значит вот так вот мы берем и находим значит и обратите внимание то что у меня выявился вот он тро-ло-ло-ло-ло да то есть а мне надо фильтровать решетку только в начале строки только в начале строки поэтому мы добавляем спереди символ циркумфлекса вот таким вот образом и обратите внимание здесь уже моего тро-ло-ло-ло нету почему нету ну потому что там собственно параметр нам параметр и символ комментариев встречается уже вот не в самом начале не в самом начале вот таким образом это дело сфильтровали ну а теперь добавляем к этому нашему фильтру собственно кого пустые строки как они добавляются значит это символ каретки доллар да и собственно ставим вертикальный слэш это будет или да и нажимаем это дело все ну и вот пожалуйста вот мы значит так стоп не то еще раз значит да вот а вот мы это дело все вывели да вот таким образом получилось следующий этап коллеги это сделать обратную фильтрацию да то есть это мы понаходили все что нам нужно вот все строки с комментариями да вот они все ну а теперь нам нужно же вывести без комментариев да это пустые строки вот они тоже нашлись видите здесь все а теперь без комментариев без комментариев соответственно в обратная фильтрация это греб минус в в это инверсная фильтрация там опа ну и вот пожалуйста красивый список параметров которые нам необходимо было вывести вот такая вот интересная конструкция коллеги вот таким образом это тело все работает значит что важно то что регулярные выражения если вы посмотрите тема достаточно таки сложная что это дело означает это означает что регулярные выражения изучается как в курсе линукс нуля да это маленький курс две недели 24 бакса я вас на него приглашаю там тоже изучается греб но вот правда таких совсем простых понятиях ну я вам кстати это тоже сегодня показал дальше греб изучается в курсе основа линукса но там более сложно все это дело ну и греб изучается в курсе лпик 1 коллеги да там изучается как раз вот этот расширенный греб который я вам тоже сегодня показал таким образом греб это достаточно таки сложная тема и этому нужно как говорится учиться что важно то что мы для вас подготовили статьи в блоге чтобы вам было легче в этом деле всем разобраться и так в чем разница греб и греб и в греб вот такая вот интересная статья с примерами тоже можете посмотреть здесь как раз вот эти все символы которых тут по повторение и так дальше все это дело здесь вот детально прям объясняется тоже можете попробовать по потренироваться дальше 11 расширенных команд греб для классов символов линуксе вот пожалуйста это то что мы как раз с вами сегодня вот использовали всякие спец символы и фильтрацию и так дальше то есть вот такая вот интересная штука поиск цифр да вот можно цифры искать здесь 12 практических примеров греб в линуксе вот тоже пожалуйста берите пользуйтесь собственно это вот как бы как фильтрация каких-то там дата как находить какие-то или вот как греб минус в да вот в обратном направлении то есть можно все это дело использовать и это весьма весьма полезно таким образом коллеги регулярные выражения это важно без них ничего не получится как бы вы того хотели или не хотели все это дело необходимо уметь пользоваться в этом приходите к нам на занятия и вы этому всему научитесь если вам это видео было полезным оцените его лайком подписывайтесь на наш канал где мы выкладывали вот такие интересные вещи собственно все наши мастер-классы это по вашим заявкам поэтому если у вас что-то не получается что-то хотите чтобы мы разобрали на одном из занятий то пожалуйста пишите об этом в комментариях и я с удовольствием это дело разберу если вам интересна тема линукса сетей кибербезопасности программирования то вы можете систематизировать ваши знания у нас на курсах информация об этих курсах есть под этим видео на этом все мир дому вашему салам алейкум берегите себя своих близких несите тяготы друг друга помните что сила в единстве на этом все до свидания а